Привлечь внимание к своим проблемам и ускорить их решения намерены инвалиды города. Недоступность нормальных человеческих условий для жизни заставила их выйти на городскую площадь. Организаторы митинга составили письменное обращение для властей как городского, так и федерального уровней, в котором четко прописаны все необходимые шаги. Мы бы очень хотели, чтобы в нашем городе появилась как доступная среда, чтобы мы могли как и на пандусы заезжать, чтобы мы могли просто по тротуарам где-то проехать без посторонней помощи. Очень хотелось бы, чтобы у нас открыли реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями, в который бы входила как трудовая, так и психологическая реабилитация. На митинге также присутствовали опекуны людей с ограниченными возможностями. Ирина Парамонова, мама инвалида первой группы, считает, что государственная поддержка инвалидов требует серьезной доработки. Ну, например, в частности, есть такое положение о бесплатном проезде инвалидов к месту лечения и также к месту отдыха, допустим, да, если положено. Но там есть одно ограничение – только железнодорожным транспортом. Допускается для спинальников перелет. Вот мне бы хотелось задать вопрос нашему министру здравоохранения, как может, допустим, человек без ног или без рук ехать в поезде, вот в частности, до Москвы. Трое-четверо суток. Участников митинга также волнует недостаток волонтерской помощи для инвалидов-колясочников в нашем городе. У нас сейчас обращаться стали на нас внимание немножко. То выезд в одну сторону, то в другую. Но проблема в другом, что у нас нет волонтеров, которые бы помогали нам садиться в автобус, доехать до того или другого места. Мы сами, не все можем спуститься со второго, с девятого этажа, чтобы поехать на какое-то мероприятие. Помогите нам, пожалуйста, с волонтерами. Проблемы людей с ограниченными возможностями можно перечислять бесконечно. Организаторы акции считают, что пришло время их решать. По словам участников, этот митинг только начало. Они намерены продолжить подобные акции в ближайшем будущем. Наталья Никифорова, Дмитрий Новопашин, Местное время.